О чем я вам сейчас говорю? Человек, который не контролирует себя с помощью наставника, с помощью священных писаний, с помощью молитвы, с помощью храма, этот человек, несомненно, все свое благочестие направит на гордость и разрушит свою жизнь. Поэтому людям просто так благочестие не дается. А если дается, то это опасная вещь. Приведу пример. Например, допустим, человек просто решил стать вегетарианцем. Когда человек не ест мясо, это благочестивая жизнь. Он копит благочестие. Мясо – это такая пища, которая, хоть вы скажете, у нас это национальная пища. Не важно, какая это пища. Важно то, что мясом человек может питаться, когда он живет в Сибири, где-нибудь там. Где, в юрке, понимаете, где нет никаких продуктов. Ему нечем питаться, он помирает с голоду. И он тогда, человек имеет право, по священным писаниям, пользоваться жизнью животных для того, чтобы сохранить свою жизнь. Потому что жизнь животных минится над чем человеческой. Но если завалом продуктов любых, понимаете, вокруг, мясо не нужно. Оно не помогает человеку обрести благочестие, чистоту. Потому что это пища, это пища насилия. Понимаете? И, допустим, человек решил, понял, что так, начал питаться без мяса. Вы скажете, без мяса не хватает веществ в организме. Это полный бред вообще. Полный бред. Вот я, допустим, мясо не ем уже с 24 лет. 30 лет. Если бы мне не хватало веществ, я бы давно загнулся. Понимаете? Я ем все меньше и меньше, потому что вот эта пища без мяса, она настолько сильно усваивается, что со временем уже надо все меньше и меньше. Я сейчас вообще уже один раз ем в день. Там вечером фруктиков чуть-чуть. Потому что усвоение стало очень сильным. На Украине у меня была передача для детей вегетарианская. И один юноша спросил, говорит, без мяса, сказал, без мяса невозможно жить, Олег Геннадьевич. Я говорю, замечательно, впервые на украинском телевидении выступает мертвый доктор Тарсунов. Потому что я уже без мяса живу 20 лет. Я 10 лет назад эту передачу говорю, видите, я мертвый, но я, тем не менее, с вами говорю. Это чудо. Потому что я говорю, без мяса уже 20 лет. Смешно. Так вот, человек, который бросает мясо, но при этом не молится Богу, он начинает презирать всех, кто ест мясо. Начинает, видя этих людей, чувствуя рядом с собой, начинает морщиться. Терроризирует своих родственников. Вышвыривает мясо из холодильника. Ну, то есть, это что он как бы... Ненасилие должно сделать человека каким? Смиренным, сострадательным. То есть, когда человек не ест мясо, предполагается, что он станет смиренным и сострадательным. И так оно и есть. Но из-за того, что он не молится Богу, а просто стал вегетарианцем, понимаете, результат, он стал гордым. Ну, то есть, любое благочестивое действие без Бога приводит к гордости, и человек начинает чувствовать себя выше, лучше других, понимаете. Он начинает кичиться с собой, хотя сам этого не понимает. Или, допустим, второй вариант. Привожу вам пример. Один мой знакомый бросил курить. Ну, такой крепкий, накачанный человек, такой спортсмен. И так получилось, разок мы едем в лифте вместе с ним. И в лифте мужчина, он не курил там, просто он не загасил сигарету. И лифт весь наполнился вот этим дымом. И лифт такой небольшой. И вот представьте, такой накачанный человек, такой, как бы, такой, боевые искусства, да? Мужчина рядом стоит, да, напротив. И это тот боевые искусства, у него, как бы, лицо краснеет такое. Он смотрит ему прямо в глаза. Тот с этой сигаретой, короче. Дым идет, тот этим дымом дышит, смотрит в глаза такой ему. И я рядом стою, наблюдаю за этой картиной. Ну, тот, естественно, как бы, он выскочил из лифта, такой, понял, что ему, его жизнь удалась. Что ему повезло. И я, как бы, я смотрю на него, говорю, вот смотри, ты среагировал на этого человека, а я нет. Как ты думаешь, почему? Он говорит, ну, наверное, потому что вы не курили никогда. Да, я курил, и сейчас он мне напомнил об этом. Я говорю, это правильно. Этот грех у меня проработан больше, чем у тебя. Но есть еще одна причина. Я все делаю для удовлетворения Господа и Духовного Учителя, не считаю все своей заслугой, а ты бросил курить сам. И считаешь это своей заслугой. Ты гордишься этим, поэтому ты вошел в гнев, видя, как рядом с тобой курит человек. Понимаете, да, о чем я говорю? Ну, то есть, ко мне подходит один мужчина и говорит, слушай, ты, говорит, у меня жена лекции слушает твои, говорит, раньше она нормальная была, нормальным человеком. Сейчас она все мясо из холодильника повыкидывала, как бы курить мне дома не дает, выпивать не дает, как бы гоняет меня по комнатам. Говорит, да она зверела просто. Сделай что-нибудь с ней, да она только тебя слушает. Это называется гордость. Если ты хочешь помочь близкому человеку, он, допустим, ведет себя неправильно в жизни, ну, прими его таким, как он есть, прости ему, и тогда ты сможешь ему помочь. Но если ты его ненавидишь за то, что он не такой, как ты, живет хуже тебя, как ты ему поможешь? Если ненависть в твоем сердце копится благодаря тому, что ты ведешь праведную жизнь, то это называется гордость. И гордость разрушает в конечном счете человека. Гордый человек не может быть счастлив. Поэтому без наставника, без Бога, без освященной пищи человек не может быть удачливым в жизни. Потому что вся энергия благочестия, которую он делает, добрые дела, все идет в гордость. Понимаете? Человек, который много людей накормил в жизни, он становится гордым тоже тем, что он вот всем помогает такой. Понимаете? Поэтому будьте осторожны в этом вопросе, в вопросе самосовершенствования. Наблюдайте за собой, следите. У меня вот есть друзья, много друзей, не все, конечно, но многие из друзей, которые начали читать лекции, и чуть-чуть появляется популярность, одна и та же система. Вот у всех одно и то же, уже восемь человек за мою жизнь. Одна и та же система. Чуть-чуть человек становится популярным, чуть-чуть человек становится популярным, женщины, девушки сразу, как бы он кумиром становится, они смотрят на него, как на Бога. Но он, естественно, чувствует себя точно так же. Вот как на Бога на него смотрит, он становится все более божественным, божественным, божественным. Потом дальше что происходит? Его божественность достигает такой степени, что он жене пинка под зад и берет себе какую-то молодуху, лет на 20 младше. Вот вся божественность. Понимаете? А Бог за это потом его жестоко наказывает. И этот человек теряет духовную силу, теряет популярность, теряет веру в Бога, начинает вредные привычки у него просыпаются в сознании, полностью деградирует. Или на каком-то этапе останавливается, чуть-чуть затормаживает, потому что хватает здравого смысла. Представляете, страшно как человек загордился собой, до свидания, все, Бог наказывает. Ну, то есть, другими словами, я вам рассказываю сейчас про успех. Я на одной лекции спрашиваю людей, говорю, поднимите руку, у кого плохой период, кому сейчас тяжело жить. Люди подняли руки. А теперь я поднимаю руки, спрашиваю, а поднимите руку, а у кого хороший период. Поднимили руки, у кого хороший период. А теперь поднимите руку, у кого не может быть никакого плохого периода, у кого всегда будет супер. Супер! И поднимает пару человек руки. Я говорю, давайте я с вами поговорю кое о чем. Говорит, ну давайте, Олег Геннадьевич. Вы реально считаете, что у вас всегда будет все хорошо? Ну я так реально считаю, да. Это и есть гордость. Как только человек так начал считать, у Бога сразу появляется большая необходимость. Ему показать Кузькину маму. Мне в Риге записку написали. Олег Геннадьевич, скажите ни в одном русском словаре, я не нашел, что такое Кузькина мама. Я говорю, я вам, к сожалению, не хочу показывать Кузькину маму. То есть не буду вам показывать Кузькину маму. Но Бог иногда показывает. Бог иногда показывает тем, кто считает, что у них все нормально, и никогда плохо не будет. Понимаете, вот это вот означает гордость. Человек должен внимательно относиться к своей судьбе, смотреть, что там у него в жизни происходит. Если он считает, что у него все классно, и все будет классно всегда, то это опасно так считать. Это всегда приводит к поражению в жизни. Знаете, один раз я ехал на машине в Краснодар из своего поселка, и увидел, как один джигит, а у нас, ну, Восток, тоже там Краснодарский край, там много таких очень крутых мужчин. Восточная национальность, такие грузины, всякие арзельбаджанцы, арзельбаджанцы, там, ну, крутые люди такие, знаете. Ну, он, короче, пронесся мимо меня. Пронесся над землей. Вот. Но он, как бы, он ездит по-настоящему, как мужчина, понимаете? Но потом этот мужчина, как бы, я проехал километров пять, уже лежал рядом с своей машиной, потому что он в лепешку врезался. Понимаете? И когда я проезжал мимо, я увидел, как его душа вместе с тонким телом вышла из грубого тела, и как он увидел себя сверху, и очень сильно удивился, что с ним такое произошло. Он был в шоке, что тело разбито, а он на него смотрит. Вот и я застал, вот прям в долю секунды застал это все, увидел эту картину. Понимаете? В этом мире бывают разные ситуации для разных людей. Иногда гордость бывает такой, что человек теряет все в своей жизни, даже саму свою жизнь. А иногда человек теряет своего близкого человека, поругался и все, типа... Все. На второй раз на грабли не наступаю, если горшок разбился, его не склеишь. И как бы ломаю подкидную доску и ухожу из большого спорта. Да, а потом один человек остается. Богу не нравится такое поведение. Меня одна родственница позвонила сегодня и говорит, Олег Геннадьевич, муж наорал на меня, говорит, уходи и все. Что делать? Я купила чемодан себе как бы. Что делать? Я говорю, ничего, посиди в комнате немножечко где-нибудь, отдохни. Когда он успокоится, живи дальше. Она говорит, я что теперь, я ему позволяю так себя вести? Нет, не позволяешь. Просто он вышел из равновесия, немножко съехала крыша. Просто прости его и живи дальше. А если, говорю, уйдешь, останешься одна, без мужа. Он говорит, он меня не любит. Я говорю, почему не любит? Он просто устал на работе, перенапрягся, начал орать, неправильный образ жизни. Он тебя любит. Ты же знаешь об этом. Она говорит, да, я знаю, вчера сам признавался. А сегодня, говорю, выгоняет. Значит, он просто переутомился. Вот и все. Она говорит, что вот так вот, вот просто вот так, все просто оказывается. Я говорю, да, вот так все просто. Надо просто не гордиться собой, а жить спокойно жизнью и делать выводы из всего. Если человек так на работе устает, значит, надо его вытаскивать на улицу, двигаться с ним как-то, делать так, чтобы он так не уперетомлялся, чтобы крыша у него не рвало. Потому что мужчина один переутомляется, у него рвет крышу, он начинает выгонять из дома. Другой переутомляется, выпивать начинает. Третий переутомляется, курит. Четвертый переутомляется, гулять начинает. Пятый переутомляется, у него инсульт. Шестой переутомляется, там, сутками смотрит телевизор. Говорю, поэтому у тебя не самый плохой вариант. Ну, переутомлялся, переутомился, начал орать. Ну, не самый плохой вариант. Он мог гулять, начать, спиться там, стельку рыгать, под столом лазить. Не самый плохой вариант. Какой вывод? Надо просто начать тебе сначала менять свою жизнь. Самой надо восстанавливаться, учиться. Всегда женщина, жена является сердцем мужа. Когда женщина чувствует, женщина быстрее чувствует истину, чем мужчина. И поэтому в семье есть женщина, есть мужчина. Для чего? Для того, чтобы женщина вдохновляла мужчину менять свою жизнь. Если она видит, что он неправильно живет, значит, надо самой начать правильную жизнь вести. И постепенно это перейдет на него. Он тоже начинает со временем менять свою жизнь. Так устроена жизнь. А когда мужчина поменял свою жизнь, женщине можно расслабиться уже. Нежелание религиозной одежды одеть, это тоже гордость. Есть разные виды гордости просто. Тоже вид такой гордости, понимаете? Поэтому запомните одиночество. У нас сегодня заявлено в теле, как преодолеть одиночество. Запомните, одиночество – это никогда мужа нет. Одиночество – это гордость. Если человек одинокий по жизни, значит, он просто гордый. Потому что, если, допустим, у тебя нет мужа, хорошо, тогда должны быть подружки, должны быть друзья. Если у тебя есть друзья, они тебя могут с кем-то познакомить, понимаете? Если человек просто одинокий, никого у него нет. Это такой вид гордости просто, и все. Человек никому не хочет отдавать свои силы. Он просто живет для себя, и все. Вот это и есть одиночество. Я всегда привожу такой пример. Я говорю, вот, допустим, я не смогу читать лекции, и у меня нет работы. Поднимите руку, кто мне поможет устроиться на работу в зале сразу. Лес, руку сразу поднимать. Вот. Ну, то есть я без работы не останусь. Почему? Потому что много друзей, понимаете? У меня была одна лекция в этом, по-моему, в Новосибирске. «Победа над трудностями судьбы» назывался семинар. Я людям рассказывал вот эти все вещи. Потом мы начали молиться. То есть вышло несколько человек на сцену, прям вышло. И все люди, повторяя, я желаю всем счастья, им направляли силу, чтобы им помочь в трудную судьбу. И потом мы спрашивали, и была одна женщина, она очень искренняя, она говорит, «Олег Геннадьевич, я в этом городе приехала, у меня нет ни жилья, ни работы». Я, говорит, совершенно одна и без денег. Но я, говорит, искренне молилась, и я в сердце почувствовала благодать какую-то Божию. Мне стало как-то легче. И я говорю, и я тоже в сердце кое-что почувствовал, и говорю, «А какая у вас специальность?» Она говорит, «Парикмахер». Я говорю, «Поднимите руку, кому нужен парикмахер на работу». Два человека подняло руку в зале. Вот. Я говорю, ну вот эти люди вам предоставят работу. Один из них. Выбирайте, кому пойдите. Потом спрашиваю, а у кого есть как бы пустует квартира, вот и вы можете дать возможность вот этой женщине доброй как-то пожить какое-то время, чтобы она устроилась, чтобы денежки появились. Еще два человека поднимают руки, короче, все. Устроили на работу ее, короче, и начали квартиру. Просто, видите, как бы, если человек искренне молится, сразу Бог может сразу прямо дать возможность. У меня на одной лекции такой результат был, что один мужчина такой говорит, «Олег Геннадьевич, я молился очень сильно, но я не могу себе найти девушку. Все равно не могу. Смотрю, парень такой хороший. Я говорю, «Дите сюда». Ввожу его такой, говорю, «Кому нравится молодой человек?» И поднимают руку пять или шесть девушек. Я посмотрел на всех, посмотрел, у кого совместимость хорошая с ним, и говорю, «Вот с ней и знакомьтесь, вот с этой девушкой». И он, «А, я ему сказал, вот эта девушка вам нравится?» Он говорит, «Да». Все, говорю, «Идите, знакомьтесь». А там пришли, уже ж поженились ко мне. Вот так иногда судьба работает. Прямо на лекции знакомятся люди. Ну, то есть, просто поймите, все зависит от вас. Если вы начинаете, вот получаете знание, как правильно жить, начинайте менять свою жизнь, то все будет меняться, все будет, всего вы достигнете в жизни. Просто попытайтесь понять эти законы, эти правила. Сегодня мы поговорим еще об одном правиле, которое называется правило предания или сила духовного звука или правило, побеждающее непреодолимые препятствия в жизни. Понимаете, между нами и Богом находится определенное пространство. Это пространство постоянно звучит. Оно звучит молитвами тысяч людей, которые молятся в разных духовных традициях, в разных верах. Но пространство – это одно и то же. То есть, между нами и Богом находится определенное пространство, которое в Священных Писаниях говорится, это Господь говорит «это я сам». Это пространство, Он говорит «это я сам». Это пространство называется «звук имени Бога» или «звук славящей Бога». То есть, понимаете, в Китае это называют пространством «дзэнь». Там в православии называют благодатью Божией. Ну, то есть, в любом случае, как бы вы это пространство ни называли, вы тоже можете с ним соединиться. В этом пространстве звука, если человек туда попадает своим сознанием, то есть, он забывает обо всем и только об этом звуке думает, то в этом пространстве разрушаются все препятствия, которые только существуют в жизни человека. Все препятствия. Ничто не может помешать человеку побеждать судьбу, если он попадает в это пространство. И люди с древних времен пытались достичь единения с этой силой. Раньше не было плееров, магнитофонов. Еще даже 60 лет этого не было назад. Но всегда были наставники, духовные учителя. И в древней ведической школе детей не учили сразу математики, физики, химии. Их сажали. Старший произносил звук молитвы, и дети за ним повторяли. Он произносил, они повторяли. Он произносил, они повторяли. До тех пор, пока старший не видел, что дети начали повторять с верой и очень глубоким погружением. Как только он видел, что дети вот так повторяют, это значит, что эти дети свой разум соединили со звуком Бога. А разум, соединенный со звуком Бога, дает человеку очень сильное чувство собственного достоинства, дает очень сильно увеличивать благочестие, дает человеку чувство истины, дает человеку способность побеждать любое препятствие, о чем бы он только не подумал. Понимаете? То есть человек получает очень сильный инструмент в своей жизни для того, чтобы развиваться как личность. И после этого там, допустим, понадобилось, допустим, полгода, чтобы дети вот настроились на этот звук Бога. Полгода надо на это. А потом дальше детей учат уже всему остальному. Потому что, если ребенок не может чего-то достичь, ему говорят, слушай вот этот звук и молись, повторяй его. И дети эти слушали в памяти. Вот они слушали голос наставника, запоминали его. И когда они оставались наедине с собой, они вспоминали этот голос и повторяли, как он. Вспоминали и повторяли, как он. Нам даже сейчас не надо вспоминать, потому что у нас есть звук, идущий с плеера. Запомните, этот звук также соединяет человека с этим пространством молитвы. Это мой опыт. То есть я пробовал не через звук наставника, а через звук, который идет просто с плеера. Ну то есть звук аудиозаписи. Пробовал соединяться с этим пространством, которое дает победу над судьбой. И чуть-чуть больше времени на это требуется. Но все равно это возможно. Другими словами, даже если в записи звучит голос возвышенного человека или голос тех, кто молится, если люди искренне слушая тех, кто молится, повторяют, как они в их настроении, не в их темпе, не в их ритме, не то же самое повторяют, и повторяют в их настроении свою молитву, то в этом случае они, несомненно, со временем попадают в это состояние внутреннее, когда ты чувствуешь, что все будет хорошо, когда ты чувствуешь, что твоя судьба удалась, когда ты чувствуешь, что сердце успокаивается, когда ты чувствуешь, что препятствия все постепенно отступают перед тобой. То есть человек обретает такой навык в жизни, который реально разрушает все, что можно только представить. Поэтому человек такой, который обрел этот навык, если что-то у него плохое в жизни, получается что-то не так, он тут же начинает слушать тех, кто молится, молиться вместе с ними, входит в это пространство, победа над судьбой, и сначала спокойствие в сердце появляется, потом он начинает получать знания, что ему делать в жизни, и потом препятствие отступает. У меня есть тысячи примеров из моей жизни, есть тысячи примеров из жизни моих друзей. Иногда все происходит даже без нашей воли. Например, у меня есть один знакомый, который много лет, лет пять или шесть, служил на алтаре, потратил это время просто служения Богу. И потом он женился, купил себе машину, так как делать денег было мало, он купил неисправную себе машину, и когда он поехал на этой машине в Краснодар, первую поездку, лил сильный дождь. И жена чувствовала, что что-то не то, ей чувствовала, что опасность какую-то, начала молиться. А он поехал и начал как бы ехать с горки, и потом был поворот, на повороте он не справился с управлением, и машина на всей скорости поехала прямо в лоб к КАМАЗу, огромной машине. Она врезалась в этот КАМАЗ, от нее отлетел кусок от этой машины спереди. Она полетела навстречу, и ударилась со всей силы еще две машины, взад ей ударила одна машина, и еще один кусок отлетел от машины. Такой силой были удары. А он потерял сознание. И потом, когда приехала милиция, скорая помощь, то что они обнаружили? Они обнаружили, что место, где сидит водитель, нетронуто. Что водитель просто без сознания. Они думали, что он погиб. Он просто без сознания, ничего с ним не произошло. Машина просто в дребезге, понимаете? Она вся искорежена просто. Потом его отвезли в больницу, обследовали ни одной травмы, чуть-чуть небольшой ушиб почки. Ну, ушиб просто. То есть он побыл в больнице два дня, и вышел оттуда, потому что говорит, мне не надо, то есть я не вижу необходимости. Что этот человек чувствовал? Когда произошла авария, это мой близкий знакомый. Не то, что это где-то я услышал эту историю, это прямо на моих глазах происходило. Когда произошла авария, то этот человек, когда терял сознание, он увидел, что как будто бы Господь его окружил таким куполом, непроницаемым таким куполом, и он не чувствовал даже никакой боли. Он просто потерял сознание, пришел в сознание. Второй случай, случай моих знакомых, которых я знаю людей непосредственно. Вы можете считать это сказкой. Что хотите, считайте. Ну, то есть ребенок выбежал на дорогу. Машина на огромной скорости врезается в ребенка. Ребенка относит на 15 метров. Просто ребенок улетает на 15 метров от машины. Когда ребенка привезли в больницу, ни одного ушиба, ни одной травмы. И ребенок объясняет, что когда я увидел машину, я произнес имя Бога, Господь пришел ко мне, взял меня и перенес вон на то место. Никаких травм, никаких ссадин, ничего вообще. Следующий случай. Я в своей, как бы, вот с своими ребятами, которые работают со мной, они все слушают мои лекции, молятся, то есть, ну, то есть они все развиваются, как личности, очень серьезно. И мы собираемся с ними по 50-60 человек и очень громко повторяем молитвы, когда я приезжаю к себе домой. Ну, хотя бы раз в неделю мы собираемся с ними. Два часа. И вот я перед молитвой читаю настрой, настраиваю людей. Потом начинается молитва, она длится два часа. Одна девушка, женщина, послушала настрой, чуть-чуть посидела, и потом ей нужно было с ребенком куда-то идти. Она пошла с ребенком. Когда она переходила по пешеходному переходу через дорогу, то одна машина резко затормозила, другая ударила ей в зад. Эта машина, как бы, ну, то есть она отбежала на обочину, эта машина, которой ударили, она переворачиваясь, покатилась, и прямо вот они стоят, и машина вот так на них, и вот так раз, и начинает вместе с ними катиться. И она, и ребенок попадали, попали вот в эту вот штуку. Люди, которые видели, они подумали, все, как бы, они в лепешку. Вот. Вытаскивают их из-за машины. У нее небольшой ушиб на голове, у ребенка вообще ничего. Ну, то есть, они встали и пошли просто, и все. она говорит, когда я увидела это все, я вспомнила настрой на молитву, вспомнила, как я молюсь, и увидела, что как будто бы Господь меня просто вот так вот крутит, и все. И потом я вижу, что все нормально. И с моим ребенком тоже все нормально. Следующий случай. У меня один знакомый, хотя я ему говорил, не ешь грибы, он все равно поел. А грибы – это такая опасная пища, потому что они условно-патогенные, так сказать. Ну, то есть, они могут быть здоровы, может быть, нет. Вот, допустим, грибница, она растет, допустим, на месте, где кто-то погиб, или там какое-то животное. Она весь этот трупный яд всасывает в себя, допустим, это хорошие, нормальные грибы. Человек поел эти грибы вместе с трупным ядом, и привет. У меня есть одна знакомая, она работает в СЭС. Каждый год куча семей насмерть травится абсолютно нормальными грибами. Ну, лесу сами собирают. Вот, конечно, маловероятно, что если шампиньоны выращивают там кто-то, вряд ли это будет такое. Ну, все равно, это не очень хорошая пища. И, короче, он поел маринованные грибы, а они часто, в них развивается бутулизм, такой смертельный, очень сильный яд. Он несколько грибочков съел, короче, у него отказала сразу вся сторона тела, ослеп один глаз, и вызвали скорую. Когда скорая приехала, он перестал дышать. Его посадили на искусственное дыхание. Вот, врачи сказали, что не выживет. То есть, жена его прибежала ко мне, попросила помощи. Мы сразу пришли и начали молиться за него. человек лежит на искусственном дыхании, он находится в сознании. Я сел, занял неподвижное положение тела, начал слушать голос святого человека, настроился на этот голос, начал молиться вместе с ним, почувствовал силу всех, кто молится, настроился на этого человека, и чувствую, что он помрет. И у меня прямо в сердце вот так вот идет такая сила, что, типа, да не парься ты, все равно он помрет. И эта сила убирает у меня энтузиазм. Ну, то есть, какая-то сила исходит, и я теряю возможность молиться. Ну, как будто она мне говорит, да, все нормально, что ты. Как человек штангу поднимает, он говорит, да, не парься, ты ее не поднимешь. Вот. Понимаете, я такой сел и сказал себе, не буду двигаться, пока не смогу помочь этому человеку. Ну, так я себе сказал. Ну, я могу не двигаться во время молитв определенное время, потом мне становится очень тяжело. Я, то есть, прошло это время где-то больше часа, потом я чувствую, что тело становится все тяжелее, тяжелее, тяжелее сидеть. Я сижу, не двигаюсь, и вот это все свое усилие отдаю ему. И постепенно я чувствую, что в сердце уже вот это ощущение, нет этого ощущения, что бесполезно молиться, но четкое ощущение все равно помрет. Я молюсь дальше, уже думаю, что будет, то будет, но просто не буду двигаться все равно. Проходит еще какое-то время, может минут 20, то есть, проходит в целом где-то полтора часа. И в какой-то момент я уже чувствую, что мне невыносимо сидеть. Все. И я думаю, еще немножко. И прошло еще 30 секунд где-то. И раз, неожиданно, у меня в сердце такое облегчение, все, будет жить. Я такой, ну ведь это, раньше же ты говорил, что не будет. Я так сильно удивился, потому что это ощущение сразу поменялось. То есть, другими словами, смотрите, некоторые говорят, все, человек обречен, как бы, он точно не будет жить. Нифига это не точно, понимаете? То есть, возможно, что и ты не поможешь, такое может быть, но иногда бывает, что можно, понимаете? То есть, я вот эту грань уловил. То есть, я напрягался, 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 слушал, 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 вкладывал, 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 потом раз, будет жить. И в этот момент все сразу так вдохновенно, на такое вдохновение пошло, все начали вдохновенно молиться. Жена его все время плакала, раз, перестала плакать, такие интересные знаки. И потом, когда его выписали из больницы уже, он в это время начал дышать. Сам дышать начал, когда это произошло. Мы синхронизировались, то есть, я его спросил, когда ты дышать начал? Он говорит, сначала я почувствовал, что я буду жить, потому что я чувствовал, что я не буду жить, хотя он был в сознании. Но сначала почувствовал, что он будет жить, а потом он задышал. А потом у него восстановилось все тело, через какое-то время, глаз начал видеть. Ну, то есть, он полностью пришел в норму, то есть, у него все восстановилось. Какая-то слабость была какое-то время, потом и слабость ушла. и т.д. Ну, то есть, я могу вам всю оставшуюся лекцию рассказывать о том, как можно с помощью молитвы побеждать судьбу. У меня был один еще такой очень интересный случай, когда одна родственница, она, ну, она впадает в такие состояния психические, когда она хочет совершить суицид, но духи ее атакуют. Я после молитвы рано утром, какие-то, может быть, шесть утра, я обычно там никому в это время не звоню, вдруг решил позвонить в эту семью. Звоню, той дочка берет трубку, говорю, мама, где мама? Она говорит, мама спит. Я говорю, ну, зайди в ее комнату, посмотри. Она говорит, я захожу, дверь не открывается. Я говорю, ну, нажимай на дверь. Я говорю, у вас что, замки? Она говорит, нет. Нажимай на дверь. Нажимает на дверь, дверь заблокирована креслом. Она как бы входит в комнату, мама стоит на карнизе седьмого этажа. Знаете, что такое карниз? Это с другой стороны окна. Вот так вот держится и стоит. Дочке там 14 лет. Она мне говорит, мама стоит там, ты такая, уже трясется вся. Я говорю, не двигайся. И начал молиться. Я сначала в звуке увидел маму, потом увидел, как дух тянет ее, ну, убить ее, злой дух. Потом я как бы начал молитву, вкладывать ее в руки. Я чувствую, что духа не могу победить сразу, он сильный. я начал вкладывать силы в руки, и она начала крепче держаться. Потом силу вложил в ноги, она как бы устойчиво начала стоять. Потом постепенно я начал повышаться в молитве выше, 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 и начал оттеснять духа злого. А потом, и так длилось 20 минут это. Я был уверен, что я постепенно ей спасаю жизнь. Я же ничего не знаю, то есть, нет разговора никакого. Просто я молюсь и все. И потом резко раз и ощущение, что все, она спасена. Я еще немножко помолился, убедился, что это в сердце у меня ощущение, и говорю ей, что с мамой? Она говорит, подъехала бригада МЧС, подняли тихонько лесенку, по лесенке зашел человек, раз ее схватил, и потом снял. И потом ее повезли в больницу. Все, спасли ей жизнь. Соседи вызвали просто скорую помощь. Вы скажете, ну это совпадение, она просто 20 минут там сама стояла на карнизе. Ну и ты случайно, я позвонил, конечно, туда в 6 утра и так далее. Все случайно произошло. Некоторые вещи я не могу вам рассказывать, потому что сразу в интернет пойдут сплетни. Но одно хочу вам сказать, что изучайте эту науку молитвы. Я вам сейчас некоторые вещи просто покажу. Вот смотрите, есть звук эмоций, есть звук ума и есть звук разума. Звук разума, он живет в сердце человека и в памяти о старших. Звук эмоций это звук, который настраивается на собственное счастье, на наслаждение. Вот смотрите, допустим, допустим, я повторяю. Я желаю всем счастья. Это звук эмоций. Никакую победу он над судьбой не делает, он просто улучшает настроение. Все. То есть ты вкладываешь в свое настроение звук. Второй вариант это звук ума. Это звук моего настроения. Вот если у меня хорошее настроение, тогда я передаю всем хорошее настроение. Если у меня плохое настроение, всем передаю плохое настроение. Звук разума это звук памяти. Памяти о ком? О тех, кто молится. Если я помню о тех, кто молится, я не соединяюсь с теми, кто молится. Я в это время соединяюсь пространством в котором они живут это пространство контролируется самим богом это пространство называется пространством победы над судьбой то есть если ты слушаешь те кто молишься доверяешь им доверяешь означает тебе нравится как вот допустим вот эта молитва кому нравится поднимите руку это значит что она вам дает силы то есть она вам приносит победу над судьбой то есть вы Вы, когда на нее настраиваетесь, вы побеждаете судьбу. Понимаете, у каждого должна быть такая молитва. Вот поищите молитва, если она искренне от сердца поется, значит, и вам нравится, значит, она соединяет вас с этим пространством. Нравится означает, есть любовь в этом во всем. Любовь, есть две вещи, которые могут соединить память человека с чем-то. Первая вещь, это сила. Человек чувствует, что вот они поют, и мне как-то спокойно становится, спокойно так, хорошо. Поднимите руку, вот поют, и вам спокойно становится, поднимите руку. Значит, сила вам помогает этих людей, сила. А второй вариант, нравится сильно, как поют, нравится. Поднимите руку, кому нравится, это значит любовь. Понимаете, и сила, и любовь приковывает память человека к пространству победы над судьбой, если люди думают о Боге. Поэтому выбирайте всегда слушание тех, кто молится. Если вы скажете, а как, ну, вообще советуется молиться самому же, да? Вот смотрите, я вам объясню. Если вы молитесь сами, и в это время не помните ни наставника, ни священное писание, ни деяния Господа, ни деяния святых, а просто думаете о своей жизни, то в этом случае ваше молитвство абсолютно бесполезно. Это все равно, что как об стенку горох. Поэтому сначала людям рекомендуют усвоить отраженную молитву. Отраженную от кого? От тех, кто молится. Понимаете? То есть вы слушаете не свою молитву, а их сначала. И повторяйте, как они. Поэтому в нашу эпоху священное писание рекомендует совместную молитву. Потому что у людей настолько слабая сила помнить о Боге, что только они совместно могут вместе о Нем помнить. Понимаете? Поэтому и нужно молиться с кем-то сначала, а не одному. Я 10 лет молился один. И 15 лет назад я понял, что что-то у меня как бы развитие слабое. В результате я начал молиться 15 лет назад, начал молиться с одним святым человеком вместе. И у меня пошло развитие. Я начал чувствовать, как у меня изменяется сознание. Я начал описывать эти состояния. В результате у меня появилось стройное представление о том, как развивается сознание человека, когда он слушает тех, кто молится. Потом я во многих священных писаниях одни и те же фразы начал встречать. Они начали мне попадаться на глаза. Что только по милости святого человека человек может прийти к Богу. Своими силами не может. И я понял для себя, вот как именно для себя, что эта милость для меня приходит через звук этого святого. Потому что она по-разному может через его книги приходить. Другими словами, когда человек верит в святого, тогда он побеждает судьбу. Но вера означает, что ты его помнишь во время молитвы. Не помнишь себя. Я вам сейчас говорю просто об одной памяти. Почему? Потому что в памяти живет судьба человека. Вот, допустим, наступил плохой период. Вы думаете только о том, что с вами происходит. Даже спать не можете. У вас это в памяти. Поднимите руку, кого сейчас так происходит. Даже спать не можете. Это значит, что вам надо начать слушать тех, кто молится. И постараться так сильно их слушать, чтобы ваша память примагнитилась к ним. И как только ваша память к ним примагнитится, в этот момент память о тяжести, о трудности события начнет у вас таять. Другими словами, ваше ощущение, что это событие такое тяжелое, будет постепенно ослабевать. Наступит такой момент, что вам покажется, что это событие вообще не такое уж и тяжелое. И вы перестанете по ночам думать о нем. А потом вы и днем все меньше и меньше о нем будете думать. И в какой-то момент в вашем сердце наступит спокойствие. Первая стадия побед над судьбой. Судьба человека живет в трех пространствах. Первое пространство называется внутреннее пространство. И победа наступает сначала в нем. В это время озеро благочестия или озеро счастья человека наполняется живительной влагой. Это сравнивается с тем, как дождь проливается и тушится пожар. Пожар в сердце затухает. Человек начинает чувствовать просто покой. Ему становится спокойно. Понятно? На второй стадии человек выходит за пределы своего внутреннего круга и начинает входить в пространство нитей, связи между людьми. И он начинает молиться и эти связи очищаются. Ты начинаешь чувствовать, что ты лучше думаешь о человеке, ты ему прощаешь. Ты можешь с ним уже поговорить. Ты не злишься на него. Ты не считаешь его идиотом и плохим человеком. То есть меняется представление о человеке, меняется контакт с ним внутренний. Наступает такой момент, что ты легко ему звонишь, начинаешь с ним разговаривать. Одна женщина мне говорит, Али Геннадьевич, в тот момент, когда я успокоилась и начала дальше читать молитву по вашим правилам, по этим советам, я обнаружила, что тот человек, который меня бросил, и даже вспоминать о нем мне было больно, я постепенно почувствовала, что я могу с ним просто дружить, не то что разговаривать. Я позвонила ему, этот человек ушел из семьи, завел другую женщину, а у них дети. И начала с ним просто общаться, разговаривать, как будто они были хорошие друзья. И он постепенно привык к этому и тоже начал с ней так разговаривать. А потом, когда у нее там начался расколбас, он пришел к ней посоветоваться, как ему дальше жить с ней. И она в это время уже на третью стадию победы над судьбой вышла, и она уже побеждала судьбу в его сердце, свою судьбу в его сердце. То есть его сердце по отношению к ней поменялось уже. И в это время он, поговорив с ней, решил вообще у нее остаться на ночь. Он говорит, я у тебя останусь, мне так спокойно, а потом пойду назад к себе домой. Ну остался на ночь, потом ушел домой, пришел, когда ему тяжело, опять остался на ночь, и потом уже не ушел. Остался, вернулся в семью, вернулся к детям, все. Как выглядит человек, который способен побеждать судьбу? Есть такой мультфильм, «Глупая жена», по-моему, называется. Там такая девушка, она такая жизнерадостная, такая счастливая, говорит, мой дорогой, мой любимый, всегда заботится о нем, слушается. Он дурак дураком вообще, орет на нее постоянно. Такой орал, орал на нее. Он, ну дура ты у меня, дура, короче, пошел, короче, нашел себе любовницу. Та заботится о нем, а любовница такая, вообще я в нее не заботилась там. Он, короче, понял, что что-то как-то все не очень хорошо с ней, вернулся назад к жене. А жена, как будто он и не уходил, такая, вернулся, молодец, и такая начала опять ему служить, заботиться о нем. И он такой, такой, сел, наелся такой, в конце мультфильма сидит, говорит, ну и дура же ты у меня. А может и я у тебя дурак. Такой, понимаете? Она ему мозги ввертела в голову. И еще один фильм вспоминается, я не помню даже его название, старый такой советский фильм, в котором, ну там Гурченко играла, мужик, короче, от жены ушел, Гурченко к этой. Любовь и голуби. Да? Любовь и голуби, да. По-моему, нет. Да? Но она так вела себя хорошо, по-доброму к нему, что вот просто у него не оставалось ничего, что вернуться назад. Этот фильм, да? Ну то есть идея в чем заключается? В том, что так человек может от природы себя вести, но если он читает молитву, и сам Бог ему дает возможность так себя вести. Понимаете? Он не убежается, не злится. Он просто сильный, смелый человек, способный побеждать свою судьбу. А близкий человек просто олицетворяет судьбу, и все. И ему никуда не остается, ничего не остается сделать, как просто выполнять волю твоей молитвы. У меня был один, еще два случая я вам расскажу. А второй случай лучше бы вам не слушать, но все равно я расскажу. Первый случай как бы такой. Одна женщина дошла до этой стадии молитвы, когда она чувствовала спокойствие, она начала общаться с человеком. Она, у него в сердце все поменялось, он сказал, я дурак, что тебя бросил, все. И потом ей сказал, но вернуться к тебе не могу, потому что у меня здесь уже семья, уже ребенок. Через пару дней Бог ей дал еще лучше человека. То есть она в сердце легкость, чувство, что все хорошо, даже несмотря на то, что человек не вернулся. И дальше она сдала все свои экзамены, победила судьбу. Понимаете, мы часто думаем, человек является моей проблемой. У меня есть только судьба, а человек не является проблемой. Ты судьбу победила, человек не вернулся. Хорошо, Бог дает еще лучше. Все. Второй случай лучше бы вам не слышать, но я все равно расскажу. Одна женщина молилась постоянно, вела такую святую жизнь. У нее был муж и сын. И они были демонами оба. То есть они ненавидели ее. И за то, что она молится, каждый день били. Угрожали ей, то есть злились на нее постоянно. И сын бил ее, и отец, и муж. И в какой-то момент, это тоже история, мне знакома. Я видел это, как происходит. В какой-то момент она почувствовала, что ей все равно, что они делают. То есть она в сердце своем успокоилась. Потом она начала чувствовать, что она может им говорить. И эти слова доходили до их сердца. Но они все равно вели себя по злому. И в тот момент, когда она почувствовала, что она как бы все, как бы все нормально у нее в жизни. В этот момент они попали в аварию, погибли оба. Лучше бы вам не слышать эту историю. Но я вам ее рассказал, чтобы вам доказать, что люди не могут быть сильнее судьбы человека. Если человеку положено счастье, никто не может ему дать несчастье в этот момент. И последнюю историю, которую я вам расскажу, чтобы это совсем вы поняли, как надо правильно жить. Эта история произошла в Москве. Когда я жил в Москве, я часто просто лично консультировал людей, общался с ними. Ко мне пришла... Я делал это бесплатно. Ко мне пришла одна пожилая женщина. Она пришла ко мне и сказала, Олег Геннадьевич, я хочу умереть. Благословите меня. Я говорю, ну как умереть? Она говорит, я знаю, что вы будете мне рассказывать. Не надо мне это все рассказывать. Вы просто меня послушайте, и вы поймете, почему я хочу умереть. Она говорит, у меня, вот давайте я начну сначала, у меня, говорит, дом, частный дом, очень маленький. Ну, то есть, вот есть прихожка, потом дальше моя комната и комната моего сына. Вот как паровозиком, вот так вот. В комнате моего сына стоит телевизор. Мой сын, говорит, днем бьет целый день и кричит на меня. А ночью он, ну, спит, говорит, сидя за телевизором. Он включает громко телевизор и просто, говорит, спит там перед этим телевизором. А я не могу спать, потому что очень громко. Ну, то есть, днем он не дает мне жить, потому что орет на меня и бьет. А ночью я не могу спать. Она говорит, у нас нет денег, он все пропивает. Он не работает. Мы живем на нашу пенсию. Я, говорит, живу в проголоде. Ему все равно, он постоянно в пьяном угаре. Теперь у меня возникает, у меня к вам вопрос. Скажите, Олег Геннадьевич, зачем мне нужна такая жизнь? Она уже в возрасте, пожилая женщина. Я говорю, я согласен, что такая жизнь не нужна. Но давайте сейчас попробуем, давайте поставим себе срок, там, 3 месяца, допустим. Она говорит, а что будем пробовать? Я говорю, а вы просто включайте голос святых людей, те, кто молится, в наушнички там как-то, и слушайте их, и молитесь вместе с ними. Она говорит, ну ладно, хорошо, а сколько мне молиться? Я говорю, а все время. Вот вы не спите, молитесь. Он ругается, молитесь. Все время, пока вы живете, себя поднимаете, молитесь постоянно. Все равно вам делать нечего. Она говорит, ну да, я же старая, что мне еще делать? В общем, она решила проэкспериментировать. Пошла домой, приходит через 2 недели. Слушайте, как человек погибает, побеждает судьбу. Она говорит, Олег Геннадьевич, ну это чудо какое-то, представляете, ничего не поменялось. Он орет, как орал, бьет, как бил. Телевизор включает на полную мощность. У меня в сердце появилось такое спокойствие. Говорит, я вам так благодарна за это спокойствие. Я говорю, вы не волнуйтесь, скоро будет еще лучше. Продолжайте молитву. Проходит еще 2 недели. Я говорю, будьте периодически мне докладывать, что происходит. Происходит еще 2 недели. Приходит, говорит, Олег Геннадьевич, я так сильно успокоилась, что начала спать, и мне даже не мешает этот громкий телевизор. Я, говорит, такого никогда не видел. А когда просыпаюсь, я молюсь и опять засыпаю. Я говорю, не волнуйтесь, будет еще лучше. Приходит еще через 2 недели. Говорит, Олег Геннадьевич, представляете, у меня сын перестал громко включать телевизор, и теперь тишина по ночам вообще. Он так же пьет, ругается, но не бьет меня уже. Даже ко мне не подходит близко. Я говорю, будет еще лучше. Проходит еще 2 недели. Она приходит, говорит, Олег Геннадьевич, мой сын приполз ко мне на коленях, сказал, что ты у меня святая, я у тебя грешник. Начал хватать меня за ноги, говорит, помоги мне. Я хочу бросить пить. Она говорит, Олег Геннадьевич, я так вам благодарна, что вы меня научили победе над судьбой. Я не знаю дальше эту историю, продолжение, потому что она больше не приходила. Мне кажется, что все закончилось хорошо, потому что она получила тот инструмент, который беспроигрышный. И последняя история очень простая и короткая. У одной женщины в Омске сын входил в такое психическое состояние, в котором он запирался в своей комнате, он взрослый уже человек, и голодал до смерти. А если кто-то пытался открыть дверь, то он сразу же пытался окончить с собой. То есть ситуация безвыходная. Телефон, трубку он не брал. Открывать дверь нельзя, он сразу убивает себя. Мать говорит, я не знаю, что делать. Я говорю, молитесь. Объяснил ей то же самое, вот эту технику. Она начала молиться. И говорит, а что дальше делать? Я говорю, молитесь до тех пор, пока в сердце не появится спокойствие. Прошло двое суток. Она приходит, говорит, Олег Геннадьевич, мне спокойно. Что делать? Я говорю, звоните ему. Она говорит, он может это. Но он не берет трубку. Я говорю, звоните. Она звонит ему, он берет трубку. И он находится в этом состоянии полного вот этого вот аффекта. То есть он ничего не соображает. Но ее слышит и понимает. И она ему говорит, сынок, открой мне, пожалуйста. Я хочу к тебе в гости прийти, соскучилась. Он говорит, хорошо, мама, приходи. Вот, короче, открывает ей дверь, когда она звонит. Она заносит туда пищу. Заносит, подмешивает в пищу транквилизаторы. Он все это ест при ней. И глубоко засыпает. Она остается рядом с ним. Как только он просыпается, она ему попить дает, опять засыпает. И так она его вывела из этого состояния. В результате сохранила ему жизнь. Просто потому, что она узнала вот этот метод, который не я придумал. Субтитры создавал DimaTorzok